Будет в случае равенства показанных результатов определяться место занятое спортсменками. Ну а нам представляют всех участниц, в первую очередь, четырехкратную чемпионку Европы Надежду Миронюк, которая постоянно прыгает между весами до 75 и 69 килограммов. Оксана Сливенко. Ну вот так вот написали. Про Оксану мы еще расскажем. Безусловно, у нее совершенно другие данные. Она пятикратная чемпионка мира. Братисия Трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы теперь. Патрисия Пеховяк из хорошей семьи тяжелоатлетической, где все занимаются тяжелоатлетикой, а ее одец был еще и видным спортсменом, которого помнят многие наши ветераны. Про Румяну Станчеву мне сказать практически нечего, но все, что нашел, в свое время сообщу. Эта девушка не очень известна журналистам. Дина Сазановец, та самая неудачница Олимпиады в Лондоне, когда по собственному весу она уступила и партнерше по команде Марине Шкерманковой. Это Танюша Матвеева, любимица, наверное, очень многих болельщиков, обаятельнейшая вторая участница от России в этом виде. Ну а нам предлагают смотреть на то, как Пеховяк, ее, правда, еще называют Пешковяк, но все-таки правильной фамилией читается как Пеховяк, сейчас выходит к своему стартовому весу. Девушек уже представили. Я еще раз напомню, номера под первым Миронюк, под вторым Сливенко, Алена Кириенко из Азербайджана под третьим номером, Патрисия Пеховяк четвертая, Румяна Станчева пятая, Дина Сазановец шестой номер, Татьяна Матвеева седьмой. Если будет заказан один и тот же вес, раньше к нему должны выходить те, кто по жребию более ранний номер имеют. 93 килограмма. Пусть вас не удивляет то, что пока что на второй результат идет Алена Кириенко. Дело в том, что уже известны результаты в группе «Б». Я быстро вас с ними познакомлю. Первое место там заняла представительница Молдавии Екатерина Третьевна. У которой 93 плюс 109. 202 килограмма в сумме. Второй была норвежка, простите, нет, шведка Корита Хансон. Долгое время с ней спорила норвежка Элизабет Хольмстрюм, но в итоге забаранила во втором упражнении. Так вот, Корита Хансон не добралась до 200 килограммов. У нее 195. Сами понимаете, это очень слабенький результат. Третий стала Михаэла Крульяк из Хорватии. У нее вообще 160. Так вот, 93 килограмма порвала Катя Третьякова из Молдавии. Именно поэтому превосходящая ее собственным весом Алена Кириенко, вырвав 93, в итоге все же пока вторая. Но сомнений никаких в том, что сейчас сменится лидер и Румяна Станчева из Болгарии, станет человеком, который перепишет турнирную таблицу, выстроит ее в соответствии с табелью о рангах. Группа А выступает после группы Б. И очень здорово, что нам сейчас, в принципе, любые новшества интересны. И даже те, к которым требуется привыкать. Но вот этот вот зеленый кружочек, может быть, чуть-чуть поменьше его сделать. И секундой отсчитывающие оставшееся время до выполнения попытки. Молодец, Румяна. 95 килограммов Румяна Станчева. На ваших экранах новый лидер соревнований. Сколько заказали наши? И Сливенко, и Матвеева 105. Предварительно на первый подход Дина Сазановец тоже 105. 98, Надежда Миронюк. Дойдет время, мы, конечно, о Надежде поподробнее поговорим, но я вот смотрю ее результат трехлетней давности, когда Надежда Миронюк в сумме двоеборья, правда, в другой весовой категории, смогла показать 247, и тогда в рывке у нее было 111. В общем, в состоянии она, конечно, многое показать. Кстати, по собственному признанию, украинка вообще в районе 120 может рвать. Но, опять же, наверное, это в другом весе. Пеховяк. Пеховяк. Дочь Войцеха Пеховека, участника чемпионата мира еще 1990 года в Сараево, в весе до 110 килограммов, победил тогда Олег Коваленко, украинец. Кстати, с результатом 162,5 плюс 202,5, 365 килограммов сумма двоеборья. Ну а все эти годы памятны нам, в первую очередь, разоблачениями, дисквалификациями, снятием целых команд, ну и, естественно, резким падением результатов. Тем не менее, отец Патриции, который, безусловно, и сейчас, наверное, принимает участие в подготовке дочери. Пол Пруха ее, Павел Пруха ее готовит, с хорошей, кстати, фамилией, везучей, наверное, готовит к соревнованиям. Ну а сама Патриция, как мы видим, к чемпионату Европы подошла с намерением, наверное, пободаться, побороться, но, может быть, потолкаться за четвертое и пятое места. Три фаворитов видно невооруженным глазом, кроме того, не стоит забывать о Надежде Миранюк. Как распределяться медали, судить сложно. Явным, безусловным фаворитом на первый взгляд выглядит Оксана Слевенко, ну а что покажет Танюша Матвеева, мы не знаем и не будем забегать вперед. Ну а это румяна Станчева. Станчева 95 порвала в первом упражнении. Во второй попытке столько же показала Пеховяк. Алена Кириенко безуспешно выходила к весу 96 килограммов. И на 98 идут Станчева, но во второй попытке и Пеховяк в третьей. Алена Кириенко, наверное, перезаявит, но насколько, забегать вперед не будем. Когда начнется выяснение на весе 98 килограммов, есть у нас надежда увидеть и Надежду Миранюк. Нет, Кириенко не стала перезаявлять таким образом. Ну или сделала 97, сейчас увидим, 96 или 97. Вторая попытка на вес 96 килограммов. Алена выступала в Анталии на прошлом чемпионате Европы и была девятой в первом и втором упражнении. В рывке год назад 88 килограммов у нее было. Так что сейчас пожелаем удачи блондинке, представляющей солнечный Азербайджан. А жаль, это было бы ее абсолютным достижением. Дело в том, что на всемирных молодежных соревнованиях на первенстве планеты для юниоров она 93 килограмма уже рвала. Поэтому сейчас повторение своего лучшего достижения. Румяна Станчева, ориентировочный, приблизительный вес в сумме, на которой она идет, она уже обозначила 220 килограммов. Но в последнем чемпионате Болгарии было 223. Поэтому, конечно, можно предположить, что она постарается в лучшем случае добраться до, скажем, 103, может быть, 105 килограммов. Ну, а пока ничего не говорит в пользу этого предположения. Потому что Румяна Станчева пока идет на 98. Представительная девушка, очень широкий хват, практически предельный. В момент рывка, мне показалось, сейчас сыграет правый локоть. Ничего подобного. Порвала блестяще. Ну, немножечко там был сгиб. Но в момент уже фиксации веса все безупречно. 98 килограммов. И таким образом болгарская девушка выходит на первое место. Что покажет Слевенко? Бог весть. Мы вообще-то даже и не ждали, что Оксана будет участвовать. Все-таки в преддверии Олимпиады она честно призналась, что, несмотря на то, что штанга как наркотик, который держит и не отпускает, и она человек, любящий ставить перед собой конкретные цели, уже пришла к выводу, что, может быть, после Олимпийском сезоне уставший организм, сама Оксана признавалась, что он очень устал, пеховек выходит к весу, может быть, потребует остановиться. Но, по счастью, этого не случилось. По счастью для нас и уже ветеран сборной России, поскольку Оксана Слевенко в национальной команде 2000 года, серебряный призер, как мы помним, игр в Пекине в 2008 году, у которой, если бросить взгляд на табличку, зафиксирующую только цифры ее последних выступлений, почти все сплошь единицы. Анталия – золото, Париж – золото, Казань и Минск – золото, ну вот Гаянг только, серебро, Бухарест – золото, о Пекине я уже говорил, Кьянг-Мэй – тоже золото, как и Санта-Доминго. Чемпионка мира еще раз напомню. Таиланда, Доминиканы и Парижа – трехкратная чемпионка мира. Многократная чемпионка Европы. Если вспомнить еще ее первое появление на юношеском Перминске континента, во французском Вильнюю и австрийском Клостренбурге, там тоже были победы, то общее количество золотых, больших золотых наград уже семь. Ну вот и маленькая приятная победа над самой собой, и болгарская тяжелоатлетка уходит отдыхать, поскольку все три попытки использовала. Сто килограммов, именно столько она порвала. Мы ждем появления второй группы. Условно, семерых участниц группы А можно разделить на две части. Первая – это Пеховик Станчева и Кириенко. Куда пойдет Миронюк, сказать сложно, но сама она, наверное, надеется дать бой. Трио призеров. Дина Сазановец из Белоруссии. Ну вот, наконец-то, Миронюк, опытнейший Миронюк. Потрясающая спортсменка из Волынской области. В ее награде масса, в ее, простите, послуженном списке масса наград. Есть и европейская бронза. Воспитанница Николая Авраменко. В рывке поднимала 120, в толчке 145. На тренировках весит до 75 килограммов. Здесь заказала вначале скромные. 98, кстати, на второе упражнение. 120. Надежда Миронюк в Анталии. На первенстве молодежи среди юниоров была шестой. А вот в Анталии на чемпионате мира не выступала. И на чемпионате Европы тоже. Последнее европейское первенство – это Казань, где она заняла 2 четвертых места в весе до 75 килограммов. Миронюк последний раз выступала до 69 еще в далеком 2006 году. Ну а затем, начиная с польского Владиславова, с молодежного первенства континента перешла в более тяжелый вес. Оксана Слевенко, Владимир Сафонов на ваших экранах. Убрала свою золотую косичку. Очень собрано. Яркое очень выступление. Вот последние такие знаковые появления на помосте. Ну, естественно, это Анталия, чемпионат Европы. Естественно, это Париж, чемпионат мира, где она обошла 19-летнюю китаянку Сянь Ян Мэй. Между прочим, установившую личные рекорды, но проигравшую. 2 килограмма. Оксане Слевенко, Матвеева тогда была третьей. 105. Именно с такого показателя мы начинаем. Все нормально. В общем, видимо, вопрос сегодня стоит для России только золото или серебро. Но это программа максимум. И все карты нам может разрушить Дина Сазановец. Может смешать все карты и разрушить все планы. Главный тренер сборной Белоруссии по тяжелой атлетике Александр Гончаров назвал Дину Сазановец будущим белорусской тяжелой атлетики. Кстати, сравнивая ее с Мариной Шкерманковой, более удачной соперницей Сазановец на Олимпийских играх, когда по собственному весу Шкерманкова принесла первую награду белорусской тяжелой атлетике, он сказал, что Шкерманкова настоящая Дина будущая. Посмотрим, насколько опасна для нас эта подрастающая конкурентка. 22-летняя девочка из Белоруссии на Олимпиаде в Лондоне. Она начала со 108 килограммов. Но понятно, что Лондон это был пик формы. Здесь чуть-чуть поскромнее. В итоге, кстати, показала 256 килограммов, 115 плюс 141. Татьяна Матвеева выходит на старт. И мы начинаем активно с нее волноваться. Заслуженный мастер спорта, долго представлявший Пензу. Под руководством Павла Георгиевича Блинова добилась огромного количества своих успехов. Татьяна Матвеева. Уроженка, кстати, маленького городка с поэтичным названием «Зима» Иркутской области. В общем, команда России начинает неплохо. Другое дело, каким будет отрыв. Позволит ли он нам разыграть золото в борьбе двух сильнейших тяжелоатлеток России. Второе появление на помосте Надежды Миронюк. На этот раз к тому же весу, к которому уже поднимались Созановец, Матвеева и Слевенко. Тяжеловато Миронюк. Но этот вес тоже и покоряется, и попытка будет засчитана, хотя показалось вначале, что если вырвав штангу и зафиксировав вес над головой, у нее уже казалось сейчас согнуться локти. Подняться с весом она не сможет. Нет, все получилось. Мы Украинку тоже поздравляем с этим. 105 килограммов Надежды Миронюк. Вторая попытка Матвеевой на этом же весе. В общем-то, Миронюк она не уступит. Но чтобы превзойти, нужно, конечно, как минимум один килограмм выигрывать, поскольку Татьяна Матвеева самая по результатам взвешивания тяжелая участница. И ей повело вправо, не справилась со снарядом. К большому сожалению, сейчас уже это просто факт, нужно его констатировать. Над Матвеевой нависает угроза забаранить. В первом же упражнении это просто безобразие. Надеюсь, обойдется. Матвеева дипломированный специалист, выпускник Университета физкультуры, спорта и туризма. Кстати, профессиональное занятие спортом семейное, поскольку младший брат Татьяны также занимается тяжелой атлетикой. Будущий выпускник Санкт-Петербургского университета физкультуры. И с своим супругом Татьяна тоже познакомилась благодаря тяжелой атлетике, поскольку они в спортивном лагере вместе тренировались. Вот положение на данный момент, текущее положение. Мы видим, что все, кроме тройки борющихся за победу, пока отдыхают. Ну а у нас главный вопрос, сможет ли сейчас Матвеева, который нет места вверху турнирной таблицы, поскольку ноль, срочно получив напутственное подталкивание от нового главного тренера сборной России Александра Видова. Может ли она сейчас избежать Баранки, ну а мы просто попереживаем за нее. Очень быстро вернулась на помост. Видов закрыл глаза, что-то про себя произнес. Ну, видимо, успокаивает, в том числе и самого себя. Танюша! Ай, минус один. Сборная России, к большому сожалению, лишилась одной из самых титулованных своих представительниц в самом начале. На чемпионате мира в Париже Матвеева была третьей, в Казани на чемпионате Европы второй, в Бухаресте третий. Ну, вот в Минске немножко не повезло, но не так же страшно вообще. Она показывает удивительную стабильность результатов. Это пятикратный призер европейских первенств, если братья юношеские считать во Владиславово, но четырехкратный призер взрослых. К большому сожалению, успеха точно не будет. И, наверное, вот это первенство континента, которое Матвеева предполагала вначале пропустить, будет неприятным воспоминанием. Сборная Украины и Белоруссии волнуют, в первую очередь, свои. И Сафонов, понятно, он тоже, в первую очередь, переживает за Слевенко. Указывает членам жюри на то, что нужно проследить, в первую очередь, информаторам, вносящим изменения в головной компьютер. С него идут цифры на табло, что несоответствие у нас наблюдается. Миронюк 106 килограммов заказывает в последнем подходе, но сейчас же, наверное, и перезаявит. Именно с этим связана активность украинской команды. Слевенко идет на 110. Миронюк перезаявила. Наверное, тоже 110, поскольку у Слевенко вторая попытка, у Миронюк впереди третья. Первой Оксана выйдет на этот вес. Сейчас, год назад в Анталии, 117 ей не покорились. Мы видели в превью к старту, в воспоминаниях о том, что было год назад, ее успешную попытку на весе 115 килограммов. 117 ей не покорились в третьем подходе. Сейчас, как мы видим, шаг такой же. 5 килограммов в начале, но питье, опять же, килограммами меньше. Идет начало 110-115. Ну и сумма, победная сумма в Анталии, еще раз напомню, 258 килограммов. Оксана молодец! Пошла вперед, сделала два шага, но... Очень мощная, физически сильная, смогла успокоить снаряд и смогла остановить движение тела. Вот, вперед подалась, раз, два, приступила, все. Слевенко делает свою работу, порой кажется, словно машина, хотя, безусловно, и эмоции, и все тоже должно ее подтачивать. Все-таки женщина, но она, еще раз повторю, является собой образец спортсменки Дина Сазановец. Какие достижения у Сазановец? В общем-то, они не очень большие. Впрочем, это двукратная чемпионка Белоруссии. В Казани четвертая, в Лондоне, четвертая, в Лимассоле, на европейском первенстве среди юниоров, была второй. Причем, в весе до 63 килограммов. Начиная с 2011 года, Дина Сазановец в этой категории. И вот это уже большая угроза нам. Ну, во-первых, точно, что у России не будет двух медалей, поскольку Татьяна Матвеева прекратила борьбу. Дина Сазановец вышла на те же 110, что и Сливенко. Причем, сделала это уже начинается подготовка ко второму упражнению. Как вы видим, тренируют толчок девочки. А Сазановец показывает, что чисто визуально, забыв, кто такая Сливенко, какой у нее опыт, в том числе опыт и побед над представительницами даже азиатских стран, молодых, до ранних, уверенных в себе. Так вот, отбросив все это, чисто визуально, Сазановец выглядит несколько попрочнее. Переиграем ли мы ее тактически? На 112 пошла Оксана. Давайте сравним собственный вес двух главных претенденток на победу в первом упражнении. Сливенко на 250 граммов, Сафонов и Видов рядом стояли. Тяжелее. Сливенко тяжелее на 250. Молодчина! Оксаночка умница! Ну вот, что думаете вы, дорогие телезрители? Лично я даже не знаю. С одной стороны, понятно, что очень быстро она выполнила упражнение. Волнееносно просто. И пусть не без шероховатостей, но все-таки уверенно. Могла добавить? Нет? Как вы считаете? С моей точки зрения, нет. Не нужно было это делать. Сафонов великолепно знает свою воспитанницу и тоже пошел на 112. Сафоновец хочет принести Белоруссии награду, которая, конечно, будет очень кстати. Правда, это малая награда. Не забывайте, что Алена Чичкан уже принесла нашему союзному государству весовой категории до 58 килограммов. И, кстати, Чичкан, вот уж будущее точно, тяжелой атлетики Белоруссии всего 19 лет от роду. В весе до 58 килограммов она стала чемпионкой Европы. Ну, а Дина Сазановец не стала отрываться от Сливенко в первом упражнении. Это говорит о том, что она готова бороться с нашей супервумен и в толчке. Будет ли успешна эта борьба? Посмотрим. Предварительный заявленный ожидаемый вес у Сливенко 245, у Сазановец 240. Но, учитывая, что уже сейчас 112, а собирается она начать со 135, как и Оксана, и как планировала Татьяна Матвеева, которую, может быть, мы и увидим во втором упражнении, я не знаю. Это очень много, и если будет столько, то это уже 247. Дина Сазановец очень серьезный соперник. Оксана Сливенко неожиданно для себя и для всех нас начинает с малой серебряной награды, с которой я, тем не менее, уважаемую публику поздравляю. Белоруссия, Россия, Украина. Что может быть прекраснее? А также страна Болгария.